ДИКАЯ ОХОТА Ну что ж, собственно, Геральт у нас перегруженный, уставший изрядно Поэтому давайте сразу поставим точку на, собственно, на ближайший магазин, на ближайшего торговца И поедем продаваться, потому что у нас куча всего есть интересного, того, что нам хотелось бы продать Так, вопрос только, куда мы поедем Давайте, наверное, в деревне Подлесе, там наверняка что-то будет Следуем прямиком туда, то есть не будем обращать внимания на Грифона, на какие-то знаки вопроса Потому что у нас Геральт уже, ему не дает его сейчас Он у нас упоротый и реально перегруженный, уставший Прямо-таки как я, короче Я просто тоже, на самом деле, очень упоротый, уставший записывал поздно ночью После работы, отработав 14 дней подряд без выходных Поэтому буду нести полную ахинею Ох, блин, что-то нам сегодня прям не везет Прямо что ни шаг, то сразу какая-то пропасть на нашем ходу Давайте как-то искать спуск, наверное, по дорожке придется по этой, через речку А потом уже, собственно, можно будет направо повернуть Получай, ублюдок Но их трогать не будем, просто пройдем мимо Нам они сейчас совершенно ни к чему Абсолютно Так, ну что же, эта дорога выведет нас, по идее, прямо к деревне Туда, куда нам нужно, 200 метров Хотя нет, смотри-ка, она уходит Ну хотя да, в принципе, да, можно было проехать по ней, но я решил проехать напрямки Так получится немножко побыстрее Ну а вот, собственно, и деревенька Так, ну давайте поищем здесь местных торговцев каких-нибудь Вот, например, я уже вижу бронника или мечника В общем, не важно, потому что у нас с вами дофига и брони, и мечей, и все что угодно Расслабься, женщина Я просто мимо проходил Так, ну, как видите, кузнеца здесь я не наблюдаю Поэтому давайте помедитируем, часик заодно восстановим наше зелье Так, медитация Уровень сложности мы повысили, поэтому здоровье при нас восстанавливаться не будет при медитации Но зелье, благо, восстанавливается по-прежнему И это не может не радовать Так, я по-прежнему не вижу кузнеца, и мне это немножко начинает напрягать Может быть, он в доме сидит? Давайте пойдем в дом, посмотрим тогда Эм, пум-пум-пум Ну как то я, конечно Так Такого Недалеко от подлеси, в кротах эльфский погост имеется Тьма-тьмущая чудища Да ты что, да? Ну, я заглянул, спасибо Хотя, по-моему, я тоже заглядывал, на самом деле Возможно, вполне Так, ну какого хрена? Я во-прежнему вижу кузнеца Где же он ходит-то, интересно Здесь его тоже нет Окей, давайте помедитируем с... ух ты Рецепт согревающей мази Ну, давайте возьмем Раз уж пошла такая пляска, вот там появился этот купец теперь Ну, давай, старокупцу сходим сначала, посмотрим, что у него Есть интересное, что можем ему впарить Если, собственно, у него деньги и так далее Так Здравствуй, дорогой Может, и камень черепаши, показывай, что есть Покажи мне свои товары А там уже видно будет Так, ну, в любом случае, включаем последнюю вкладку Потому что там у нас именно товары, которые на продажу пойдут Ну, посмотрим сначала, что у него, собственно, интересного есть Набор ученика Набор подмастерья, в принципе, не интересует Обычные сидельные сумки у меня такие же Не, у меня даже прокачивания не получается уже В принципе, кольца всякие разные, конечно, есть Ну, да в топку Так, алхимия, вот другие предметы Начнем с этого, роза памяти пока оставим Кружку забирай Шкуры А, у тебя нет денег Ну что же, забирай И осталось 18 монет Что мы можем продать ему за 18 монет? Прах, можем забрать весь Наверное, лестницу вот эти веревочные еще тоже Одну Ну и одна монетка Ладно, фиг с ним По-прежнему перегружены все равно На 9 пунктов Но уже, по крайней мере, не на 12, как было до этого То есть хотя бы 3 пункта груза мы ему скинули Ну и хотя бы избавились от чего-то От какого-то хлама Боже мой, нет, не буду я воровать Такую же хочешь? Это тебе в Каэр Морхен Родная моя Не веду кузнеца, поэтому давайте помедитируем тогда Подольше Пусть он появится, наконец Давайте вот до 10 утра Я думаю, что любой уважающий себя кузнец В 10 утра уже должен приступить к своему делу Поэтому, по идее, думаю, что он будет здесь Да, отлично, вот он стоит, бронник Великолепно Ну, здравствуй, дорогой Мечи продам тоже ему Просто потому, что мне впадло уже ехать искать там кого-то другого Просто впарим все ему Напросто У нас там куча всякого разного добра Хорошие, конечно, мечи А, у него денег мало Блин, ну что ж ты будешь делать-то, а? Ладно, ничего страшного Так, друзья, на секунду прервусь Буквально на одно мгновение Так, друзья, продолжаем Извиняюсь за небольшую заминку Звонят мне с работы, отвлекают Ну что ж, продаем этот меч 283 монеты Блин, и кому же мне продавать-то остальное тогда, интересно Ах, надо было, наверное, дешевый меч продать И тогда бы у меня и место было в вентаре побольше Ну, свободного в смысле И все было бы хорошо Но уже поздняк метаться, что называется Давайте поглядим-то, у него осталось 29 монет Что-нибудь такое На эту сумму найдем какую-нибудь подходящую фигню 21, 22, 23, 21 А может и не найдем, получается Фиг его знает 16, 25, вот это уже лучше Давайте 25-го продадим Вот этот меч Так, ну что ж, 4 монетки В принципе, что еще можно сделать? Попробовать можно у него Починить, допустим, наши мечи Как вариант, да? То есть получается вот этот меч Починить Это тоже У меня, конечно, были ремонтные наборы Это все понятно Но просто починим Потому что таким образом, по крайней мере Денег у нас будет У него будет побольше И мы сможем что-то еще ему продать И таким образом получается, что он нам отремонтировал наши вещи За Собственно, наши же вещи Получается так Если вы понимаете, о чем я Так, штанишки и перчатки Очень удобно, что вещи, которые На нас одеты, они выделены Такими штуками И что сразу видно, что надо ремонтировать А что можно забить Так, ну что же 5 пунктов надо ему впарить У него теперь 150 монет Поэтому думаю, что у нас все получится Давайте продавать вот эту дешевую шляпу Абсолютно нам не нужную Великолепно Видите, она весит довольно много А толку от нее мало Можно, я думаю, что даже уже такие вещи не собирать Просто она просто уже Как-то не живи Потому что, ну, просто бессмысленно Ну все, осталось у него 6 монет Но хотя бы, по крайней мере, теперь я могу спокойно бегать И довольно быстро перемещаться по карте Так, ну что же, давай теперь поглядим Во-первых, наверное, имеет смысл Собственно, улучшить наше снаряжение Для этого проходим сюда И используем эту штуку Так, а где-то у тебя еще должен быть, наверное, верстак Вот там вот, наверное, может быть Вот он Да Так, точно Великолепно Теперь смотрим по заданиям, по активным Что у нас еще доступного, интересного здесь Давайте поглядим на дополнительные задачи Так, 13 уровня Это у нас на Скеррике Это пока нам все не по уровню Вот это надо смотреть Значит, получается Смертельный заговор, например 14 уровня Видя, что Дикстер держится рядом с чародеями Затем даже помогает им бежать Гераль предположил, что бывший шпион делает это небескорыстно Наверняка просит услугу за услугу Ведьмак не ошибся И два чародея отбыли гостеприимным берегам ковера Дикстер тут же признался, что готовит покушение на родовито И предложил Ведьмаку встретиться в пассифлоре и все обсудить Ну что же, это, по-моему, вполне интересный квест Поэтому давайте попробуем Почему бы, собственно говоря, и нет Теперь вопрос у нас Где у нас тут имеется Вот он, столб быстрого перемещения У нас как раз стояла на него метка Давайте к нему подойдем и переместимся По карте мы перемещаемся Получается, куда это? Налека у нас где-то в этом самом Где-то в Новиграде, скорее всего, должно быть, я так полагаю Да, так оно и есть В принципе, тут очень даже недалеко будут бежать Поэтому давайте сюда вот на мост святого Григора Или Григора, кому как больше нравится В некоторых диалогах существует ограничение по времени Делайте выбор быстрее, иначе это сделают за вас Да, это мы уже наблюдали Это нечто подобное, собственно, наверное, система перекочевала Из многим известной игры Walking Dead и других игр Total Tale Games То есть они, в принципе, скорее всего, были родоначальниками вот такой системы Выбора диалогов, когда идет время и когда нужно быстрее думать Когда времени на размышлене нам игра не предоставляет Это в целом прикольно, нас именно гоняет такой паники небольшой Когда какая-нибудь там сюжетная перипетия Та или иная И нужно торопиться с выбором Так, нам построили маршрут, поэтому давайте по нему и будем двигаться Я так полагаю, что нам нужно забежать наверх, получается, наверное, да? Ну да, вроде как нарисовано нам правильно А, так, может, получается, пришли, что ли? Так выходит? Или нет? Ну, похоже, на то только Спуститься нужно ниже Ну, наверное, косить на первом этаже Так Отлично Сюда-то мне и надо Блевать и не блевать Ну вот в чем Да, ну вот в чем вопрос Я бы он там есть поблевал, чувак Всегда становится лучше после этого Белый Волк Добро пожаловать к Пассифору Да ты, вижу, меня не узнаешь Мое почтение Ничего страшного Когда мы последний раз виделись, наверное, я по-другому смотрелась Это было... Давно это было Вы тогда с Лютиком пришли И двумя низушками Ну и смеху было с этими мальцами До сих пор вспоминаем О, извини, но я здесь Тише, тише Я отлично знаю, зачем ты здесь Они ждут Сюда, пожалуйста Ну, давай Прошу наверх Нифига у тебя какие двери интересные наверх Я только что оттуда Могла бы сразу предупредить Я бы там тогда и остался Кто это такая? Какие низушки? О чем она говорит? Понятия не имею Ведьма Геральт Давай наверх Шеф уже ждет Окей Поднимаюсь, поднимаюсь Нифига мне тут целый кабинет, блин, мать его Неплохо устроился Так, Геральт Хорошо Ты не мог выбрать более уединенное место, чтобы обсуждать покушение? Все только о нем и думают А многие сами бы за него взялись Бояться нечего Кроме того, это место с традициями Здесь Фалька замышляла свое восстание И, кстати, покушение на короля вреданка Значит, равняешься на Фальку? Если я правильно помню, это самый кровавый персонаж в истории Редания Ее восстание изменило ход истории И это нас объединяет А что до крови? Мы пустим кровь только Родовиду И я рад, что ты решил к нам присоединиться Признаюсь, я не был уверен, что ты появишься Так Что же выбрать на самом деле? Ну, давайте вот это попробуем Родовид должен умереть ради блага Трис и Йеннифер Я подумал над твоими словами Что Йен и Трис не будут в безопасности, пока жив Родовид Поверь мне, это так Я рад, что мы пришли к согласию Ну, тогда к делу Думаю, моего товарища представлять не нужно Роше, ты здесь? Безработные шпионы должны держаться вместе Когда-то ты защищал одного короля Теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но Я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего Родовид уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи Когда я попросил его поддержать в Изиму Он выставил меня за дверь Начинается решающий этап войны Так что действовать надо быстро У меня не осталось никаких иллюзий Свободу Тимерии принесет только смерть Родовида Что ты имеешь ввиду? Как так? Мне казалось, Родовид союзник Тимерии Только до тех пор, пока мои партизаны ему нужны Выиграв войну, он не станет отходить к прежним границам Он мечтает построить Северную Империю Пока он жив, Тимерия свободной не будет Ну хватит о политике, мы не за тем собрались Родовид угрожает жизни Трис и Йеннифер Вероятно, это для тебя более важно Ну еще бы, конечно Ладно, и что вы хотите от меня? Один наш товарищ поехал на встречу с информатором И до сих пор не вернулся От того, что он узнал, зависят все наши планы Надо его найти Лучшего следопыта, чем ты, мы не знаем Следопыт-то, значит? Ну-ну Может еще что-нибудь расскажете? Например, где вы вашего товарища последний раз видели? Он выдает себя за странствующего сапожника Он должен был переправиться через Понтор И, скорее всего, прошел через Риданский пост Там у нас свой человек, возможно, он что-то видел Зовут его Грегор Так, ну, конечно, не так уж много информации Но, тем не менее, у вас есть информаторы в Риданской армии? Вы посвятили Риданского солдата в план убийства Риданского короля? О, видишь? Даже не все Риданцы готовы терпеть Родовида А когда простые солдаты замечают, что что-то не так Значит, пора действовать Ну что же Ладно, я найду вашего товарища Ладно, я поговорю с Грегором Спасибо Постарайся не привлекать внимание, если сможешь И помни От твоего успеха зависит будущее Исход войны, судьба Тимерии и всего Севера Я понял, попробуй не опозориться Увидимся Мы рассчитываем на тебя Какой-то вечно хмурый и недовольный Ладно, выходим отсюда Их разговоры слушать мне совершенно неинтересно Поэтому просто спускаемся и уходим Ну что же, здание, конечно, пока что Не особо выглядит интересным Но я думаю, что продолжение у него будет довольно эпичное Поэтому почему бы и нет Ну и к тому же, все это делается не ради помощи им А ради блага Трис и Енифер Ну и надеюсь, к тому же, что Одним спасибо Они в конце концов не ограничатся И немножко отвалят мне за это еще и деньжат Хоть я по-прежнему не знаю, куда их я буду нафиг тратить Так, ну ладно, погнали тогда посмотрим, что у нас тут к чему Так У меня бы какой-нибудь торговца бы еще найти на самом деле 969 метров, я думаю, что имеет смысл Наверное, если таки поправиться тогда Точнее, не поправиться, а отправиться вот сюда вот на Ближайший знак перемещения И сделать Собственно, это перемещение Ну, бывает и такое, друзья Геральт у нас в этом плане вообще Только в путь убивается С любой маломы Мне кажется, по ступенькам Скоро будет просто урон наноситься с каждым шагом Знаете, там по 5 хп отниматься из 500 За каждый шаг на ступеньке То есть, блин, что-то как-то его тянет прям к полу нереально И сейчас тоже к краю подошел Я нажал остановиться То есть я даже в обратную сторону потянул триггер Чтобы он назад пошел, но уже было поздно Да Ну ладно, по крайней мере, надеюсь, что мы появимся где-нибудь поближе к этому Столбу перемещения И в нормальном каком-то месте Хотя у нас имеется последний сейф с Гужерма Когда он был, хрен его знает Но надеюсь, что после этих всех диалогов Надеюсь, что нам придется заново их проигрывать И нажимать те же самые кнопки, которые мы уже нажимали И пропускать диалоги Попробуйте кменить быстрые и мощные атаки и знаки Да-да-да, этим я и занимаюсь Обычно Еще комбинирую уклонение и отскок в сторону У большинства элементов мебачьего снаряжения Есть три уровня улучшения С каждым уровнем внешний вид И свойства снаряжения меняются Внимание, при слишком высокий уровень Не досекаться, и вы будете террористически здоровья Это я тоже уже знаю Блин, игра всем хороша, замечательна и прекрасна Кроме одного Слишком, мать твои, долгие загрузки Так, мы появились здесь, понял Ну, диалоги уже были, значит, хорошо Осталось только спуститься вниз опять Ну, это, в принципе, ничего страшного Спустимся Так Ну, явно не мальчика Ну, давай в другой раз Я сейчас немножко занят Сейчас я немножко занят Говорят, что это хлеб Так Давайте тогда пройдем сюда Где-то у нас вот тут Отлично В этот раз, по крайней мере, мы Пришли куда нужно Ну что же Риданский пост Где у нас он находился? Вроде где-то слева получается Вот, если не ошибаюсь Да, вот здесь Ну, давайте тогда вот сюда телепортнемся Оттуда уже пойдем От пограничного поста Мы там как-то однажды уже побывали В принципе, делать там было нечего Но я так и думал, что это место Создано для того, чтобы там Какие-то квесты выполнять различные Так оно и получается, собственно В одной серии там пробегал Помните, может быть И там, в принципе, пару сундуков облутал И то не особо таких интересных И, в принципе, все на этом Так, ну что же, тогда Полный вперед, друзья Полный вперед Я туда и направляюсь, не переживай Откуда пришел Почему-то маршрут Показывает мне строго обратно А сейчас показывает правильно Как-то странно он работает Короче, криво Ладно, как бы то ни было Вот этот Григор Которого нам и надо было найти Давайте с ним болтаем Здорово, Григор Я ищу Грегора Ты его нашел Ты кто? Геральт из Ривии От Дикстри Я ждал, что он кого-нибудь пришлет Идем, пройдемся Заметили? Обратили внимание Только что он был в шлеме Теперь без шлема Забавно Сейчас снова будет в шлеме Интересно, как думаете Делайте ставки Я ставлю, что будет в шлеме Нет, я ошибся А, да Да, смотри-ка ты Что они сделали? Справа вражей из соседней деревни Кому-то не то присоветовал Вот на него и донесли А который слева Так он с соседом поругался А тот возьми и обвини его в колдовстве Так это от людей все беды Дродавец здесь ни при чем А кто, по-твоему, выдумывает законы По которым за такие прегрешения На виселицу отправляет? Ты служишь королю, которого презираешь? Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? А что мне делать? Вродился я ряданцем А дезертировать не стану И потом В армию-то я пошел Пока Виземир сидел на троне Вот добрый был король Мудрый и справедливый Родовит Другое дело У него одна война в голове А я не хочу, чтобы Редание когда-нибудь вот так вот выглядело Ну что, что-то мотивы понятны Давайте теперь к делу Ладно, давай к делу Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь Надо думать из-за нашего знакомого сапожника Проходил он здесь Только обратно не возвращался А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку Я думал сходить, посмотреть Не волен Но не смог вырваться Спасибо Теперь хоть знаю, где искать Постой-ка Грамот у тебя охранный есть? Без нее никто тебя не пропустит Да, все есть Ну и ладно Удачи Спасибо, увидимся Я уже думал, что мне еще одну грамоту дадут У меня эти грамоты уже хоть одним местом ешь Ну что же, ладно Давайте сходим посмотрим 260 метров Нам идти, получается До какой-то повозки Давайте даже не будем, наверное, заходить туда внутрь Хотя тут мост На мост все равно нужно будет зайти Ну ладно, сейчас я думаю, что тут запрыгнем Отлично Так, ну и пройдем вперед Кстати, забыл вам сказать Самое интересное Может я даже покажу Тут настройках, если есть Где-то это А, нет, это надо в общее меню уходить В общем, не важно Загрузила новое дополнение Очень крутое Называется оно Новые допивающие удары То есть новые финишеры Разработчики выпустили Дополнение бесплатное, естественно Для тех, кто купил игру Заканчивается она автоматом И это очень круто То есть теперь у нас будут Новые красивые коронки В конце концов Правда будут они, получается, уже Не сейчас А когда будем драться с кем-нибудь Так, давайте посмотрим Что за чувак, что он хочет Странный торговец До свидания, чувак Я думал, что ты новая, скажешь А ты, блин Я к тебе уже подходил, помнись Грамотками твоя дара мне нужна На 50 монет за него давать Тилж тем более не собираюсь Так, ну в общем-то В этой цели-то получается В этой серии цель наша Будет найти кого-нибудь И дать ему люлейше Посмотреть на новые добивания Но я уверен, что тут какие-то Нападут на нас сейчас утопцы Или гули Или еще кто-то пострашнее Так, ну как бы то не было Давайте искать повозку Попрокинутую Далбось Поиск, конечно, вообще нереально большая Ну вот, короче, повозка Впрочем Угу, вижу следы крови Надо осмотреться Может, найду что Осмотримся Сначала залутаемся Поискать какие-нибудь следы Используем чуть-чуть ее С одного удара Ах ты, сволочь Не тот знак Ну, в общем, не важно Волки это хорошо Особенно из волков Потому что падает Обычная еда Которую я с удовольствием Потом ем Сырое волчье мясо Что может быть вкуснее Но с этих почему-то падает Только сало И это обидно О, хотя бы одно сырое мясо Мне дали Так, ладно Продолжаем тогда наши поиски Начало Для начала мы продолжаем Поиски сокровищ А потом уже всего остального Хотя все эти шкуры Мне нафиг Даром не нужны Ну, уж ладно Берем Следы драки Кого-то, похоже, опушили А потом стащили на землю Ну, вот это уже интересно Так, ну, давайте двигаться Потихоньку вперед Второй башмак Интересно, где хозяин Этого башмака А это что такое? Башмак Что-то мне подсказывает Что я на верном пути В смысле? Сколько у него ног-то было? Сороконожку, что ли? Где хозяин этого башмака Тащили, похоже, дело Сороконожку здесь, друзья Потому что башмаки На все линии Нашего маршрута Такой бред Ну, ладно, окей Так Башмак Да Что-то мне подсказывает Что я на верном пути Ну, что же, здорово Так, вижу следующий Значит, идут дальше Угу Хорошо Как-то странно Вот этот разработчик Ну, конечно, за такие дела Явно не респект Потому что, нифига себе Башмаки раскиданы Ну, конечно, может быть У меня был мешок с башмаками Да, его тащили Он свой мешок тащил в руке А туда башмаки вываливались Ну, это, по-моему, бред вообще полный Так что, как минимум Все это очень странно Там какая-то зверюга Собирается на меня напасть Иду я прямо на нее Как бы мне этого не хотелось Но приходится Так, ладно Смотрим дальше следы Вижу Да, прям к этой твари подходим А он что тут делает? А кто это такой? Огр? Он тут тот самый Доброволец Который в армию записал Савриданскую Или нет? Скальный тролль Какого черта? Привет Возьмак Иди себе Бодки собираю Да я вижу Мне интересно Откуда они тут взялись Выросли Как грибы Башмаки не грибы Говори правду Башмаки из земли не растут Не знаешь Кто их тут Раскидал Рок не может Ок И пок Будут злые Пок и пок Твои друзья? Находчики Большие находчики Нашли человека А у него Бодки на телеге Вот столько А что сделали С человеком? Пещеру сделали Вон туда Его съели? Не Он костлявый Нехороший Да Ок Сказал ему Башмачить Для Ога Ога И Рога Зачем тролли Башмаки? Зачем вам Башмаки? Человеки Носят Так Ог Пок И Рог Хотят Будем Большие Хозяевы Как Человеки Ну ладно Бывай Пещеры троллей Где-то рядом Значит Три скальных Тролля При этом Этот добрый А те двое Возможно Вполне Что нет Ну ладно Давайте Посмотрим Ну хоть Не убери То хорошо Начались шансы Спасти его Все таки Еще Но возможно Придется драться Так Пещера Вот это что ли Пещера Ну скорее всего Да Так оно Получается Да Вот там Это я уже вижу Два силуэта Очевидно Что это Два других Тролля Однако Прикольно Все таки Да То есть Вроде Как кажется Сначала Скучный Совершенно Ничего не Печатный Квест Найти Какого-то Сапожника А в итоге Что Оказывается Сапожника Утащили Тролли И сразу Просыпается Интерес Это уже Гораздо Интереснее Зайти На огонек Тролля Один Другого Томущит Как с людьми Обращаться Вот она Как Ты только Взгляни На него Кожа До кости Ну Господа Тролли Мне пора Вы тут Потренируйте Чему я вас Научил В следующий Раз Как тут Буду Устрою Вам Сука Экзамен Тала Не ходи Тала Сиди На жопе Вот Ишвей Так Мне нужен Этот человек Он пойдет Со мной Как я вижу Вы подружились Но Талер Должен Пойти Со мной Никуда Не пойти Боты Шить Он Мне Нужен Нужен Тут У тебя Есть Боты У Бога Нет У Рога И Бога Нет Сделает Боты Тогда Пойдет Если так Так Спокойно Талер Вернется Ему Просто Надо Сходить Со мной Взять Кожи Для Ваших Башмаков Слушайте Геральта Он Херни Нескан У Нескан Ноги Свои Видели У вас Лапище Как Корыто Чтобы Шить Вам Башмаки Где Нужно Очень Много Кожи Кусек Мы Мы Геральтом Пойдем Сейчас Принесем Сука Кожи Потом Я Вернусь И Зашью Вам Ботинки Для Бога Тоже И Для Рога Две Пары Для Каждого Из Вас Козло Йога Упрямый Ну Пусть Идет Только Пусть Вернется Ты Я Знал Что Мы Славные Ребята Скоро Вернусь Киды у него Конечно Модные А то Как же Еще Бо Не Умел Какие Они Шумные Ну В общем Друзья Давайте Пожалуй Тут Закончим Ну А Что Будет Дальше Узнаем Уже Из Следующей Серии Я Надеюсь Что Вам Понравилось Ставьте Лайки Не Забывайте Про Комментарии И Конечно Подписывайтесь На Канал Кто До Сих Пор Не Сделал Для У вас Играл Комментировал Валда Это Была Игра Ведьмак 3 Дикая Охота На Эпик Тайп Спасибо За Просмотр И До Новых Встреч Пока Пока Субтитры